коллеги всем привет хотел поделиться с вами маленькой хитростью которую я достаточно часто использую допустим вы сделали таким же образом как и я в предыдущей серии то есть серии номер один когда из простого приложения вы создались приложение которое поддерживает аутентификацию и вам нужно проверить как то в общем то настроена правильно неправильно и следует ли дальше двигаться в сторону настройки identity сервера ну или другого другого сервера который вам позволит сделать ос 2.0 аутентификацию это сделать на самом деле очень просто ну давайте я на примере уже как бы готового приложения web assembly app создам его из шаблона версию буду использовать 50 тип аутентификации я буду использовать индивидуал аккаунт ну и вот приложение сейчас создается то есть это базовая настройка для web assembly в которой уже включено все то что мы делали все версии то есть в серии номер один здесь соответственно уже подключены все необходимые штуки которые позволяют использовать аутентификацию пользователя и первое что нужно сделать это открыть файл с настройками upsettings.development не промахнитесь потому что я часто промахиваюсь ну или удалить . development и оставить только upsettings и в нем соответственно нужно подставить какие-то данные какого-то identity сервера для примера я могу взять тот самый демо сервер который identity любезно выставил наружу вот его адрес вставляем и теперь нам нужно выбрать клиента клиент я буду использовать interactive public тот самый pkc с authorization code flow и как вы видите сейчас его запущу конечно же у меня с первого раза ничего не получится но я сейчас покажу как настроить чтобы получилось и так проект запустился так разрешаем connection смотрите у нас devtools теперь есть информация о том что наш клиент наш web assembly попытался подключиться к identity сервера сейчас он откроется вот открылся и смотрите на закладке cookies of у нас есть информация о том что подключение произошло то есть мы собрали информацию для того чтобы можно было генерировать кук ну в смысле для того чтобы генерировать токен но когда я нажму логин выдастся ошибка вот вот ошибка которая говорит о том что у нас не совсем наверно настроенная программа для того чтобы правильно настроить нужно добавить как вы помните скопы куда мы будем ломиться то есть куда мы просим разрешение на вход вать почистим куки давайте попробуем нажать f5 сейчас система заново перезапросит да вот информация пришла теперь делаем логин то есть каждый раз когда вы собрете куки и собственно говоря при подключении к венте серверу снова пойдет он будет запрашивать скоп и нам нужно добавить в нашу настройку как раз те скопы которые разрешены для этого клиента делается очень просто нужно перейти на закладку в настройки программы в программ с и немножечко до конфигурировать систему то есть как вы видите они читаются из локального апсеттинга то есть из апсеттинг с которым изначально поменяли настройки теперь нужно добавить options нет не user options нам нужно добавить провайдер options ну и здесь осталось только добавить название тех скопов которые были выведены identity сервером я это сделаю в ускоренной форме ну и конечно же самое главное теперь добавить response type response type у нас будет код то есть полное название код of 3 дешен флоу типа код и теперь настроек достаточно давайте снова запустим приложение отлично давайте для чистоты эксперимента откроем тоже devtools вот мы снова получили нужный нам формат но теперь у нас уже есть информация скоп я нажаю нажимаю логин попадаю на страницу соответственно логин пишу боб боб как написано внизу для того чтобы авторизоваться нажимаю логин и так но это мы берем и как вы видите я вам ну то есть приложение в по семье зарегистрировался и теперь могу выйти из этого приложения в общем как видите эта штука работает я для чего и показал ну давайте вот еще возьмем зайдем как элис чтобы проверить что это как бы они как бы семья этот этот это они smith ну вот видите то есть про произошел за вход успешно и все как бы работает для чего я это делал для того чтобы можно было проверить правильно ли настроена ваше приложение то есть подключены ли все сборки подключены ли все настройки ну и теперь можно брать подключать идентики сервер что мы сделаем следующем видео а